Самый худший вид ада – это состариться, оглянуться на прожитую жизнь и увидеть, что она была потрачена впустую. Это самый настоящий ад. В раю же вы оглядываетесь на жизнь и видите, что она была очень, очень трудной. Но вы делали великие дела. Так делайте же, великие дела. Я бы хотел закончить одной фразой из Торы. Я же раввин. Да, Морт, я раввин. В Талмуде сказано, что когда евреи собирались принять Тору, все самые высокие горы устремились к Богу, и каждая взмолилась. «Окажи мне эту честь. Я хочу достоиться того, чтобы Тора была дана на моей вершине». И Бог ответил, «Нет, у меня есть небольшая гора под названием Синай, и я дам Тору на этой горе. Причина этого в том, что я хочу научить евреев смирению». Это конец этой истории из Талмуда. Это хорошая история, и Морту нравятся подобные истории, потому что в основном он смиренный человек, и у него есть все причины быть таковым. Так вот, Гур-Рэбе, который был великим ученым и очень умным человеком, изучил эту историю, и он задал такой вопрос. Он сказал, «Если Бог хотел научить евреев смирению, почему он не дал Тору в низине?» Хороший вопрос. «Нельзя быть более смиренным, чем низина, потому что это самое низкое место». Хороший вопрос, и вот как он сам на него отвечает. Потому что Бог хотел преподать евреям два урока. Во-первых, быть смиренными. Во-вторых, не быть чересчур смиренными. Никогда не будьте низинами. Никогда не давайте другим наступать на вас. Не будьте одержимы идеей, чтобы вас любили. Не надо любви, но уважения. Нас любят после каждого Холокоста. Нам создают комиссии Холокоста. Памятники, медали, реквиемы и сборы святого Патрика. Мне это надоело. Я устал от этого. Я устал от похорон и заупокойных молитв. Я не прошу уважения, я требую уважения. А уважают тебя лишь тогда, когда у тебя есть самоуважение. Имейте самоуважение, имейте еврейскую гордость и еврейское знание. В эту мессианскую эру, когда Бог сотворил для нас более великие чудеса, чем за последние три тысячи лет, мы можем, если окажемся достойными евреями, привести Мессию скоро и в наши дни. Аминь.